Друзья, всем доброе утро. Настало время нам покидать этот отель, в котором мы прожили, наверное, не знаю, дней 10 даже, наверное. Мы прожили здесь очень много. И, в общем, приехало здесь очень много туристов, очень много машин, вот это все машины. Приехали в отель, потом вот этот вот первый автобус, и там еще один автобус с туристами. И, короче говоря, нет мест в отеле, поэтому нам приходится уезжать. Мы здесь сняли в горах квартиру, сейчас вам все покажем. Приехали мы, значит, в эту квартиру, которую я нашел через год. И что я вам хочу сказать? Во-первых, эта квартира находится среди вот таких вот всяких разных строящихся объектов здесь в глубине. И первое, что в глаза бросается, это вот машины с украинскими номерами. Три машины с украинскими и одна с российскими. 1, 2, 3. Это регион. Вот. Ее только построили. Вот буквально еще даже вот этот вот бетон, он даже еще не застыл, можно сказать, до конца. У них здесь толком нет дорог. То есть, если вы, грубо говоря, покупаете квартиру в Турции, скорее всего, она будет примерно вот так выглядеть. И нет дорог, еще никакой инфраструктуры нет. То, что здесь дожди несколько дней шли, они вот эту всю грязь размыли, и мы, грубо говоря, приехали оттуда. Гугл нас хотел завести сначала оттуда. Оттуда, по-моему, тоже есть какой-то заезд непонятно какой. Но там были такие ямы, и я, в общем, не стал рисковать. Грязь еще, грязь перемешку. Я не хотел застрять, поэтому мы объезжали. И там тоже целый район, прям стройка, все капитально, все застраивается. Одна большая такая площадка строительная. И я что хотел вам сказать. Вот в Турции где-то у них стройка прям так чисто, культурно ведется. А где-то вот они вот так вот строят. Во-первых, у них все это валяется. Как-то небрежно, некультурно. Во-вторых, они строят здесь очень плохо, на самом деле, если присмотреться. Вот видите, можно вот такие вот места найти. Потом есть бетон, железобетонный монолит, когда они заливают, непротрамбованный, непровиброванный. И, конечно же, потом, когда идут люди, уже делают отделку, обделку, они это все маскируют, все замазывают, пеной запенивают. Но если вы увидите вот именно на этапе котлованов, на этапе вот первоначальной стройки строительства, то не могу сказать, что прям не везде, конечно, но вот в этом районе, в этой области мне прям вообще не понравилось, как они строят. Я думал, у нас в Казахстане не очень хорошо строят. Но здесь вообще ужасно тоже строят. Поэтому, когда вы покупаете квартиру в Турции, всегда смотрите, как именно строит застройщик. Эти квартиры именно вот на таких вот этапах, как он заливает котлован, как он это все поднимает. Потому что, естественно, когда вы придете, и вы увидите вот так вот все замазано, затерто шпаклевкой, закрашено, это одно. А когда вы именно видите дом, стройку дома на этапе строительства вот такого, это совсем другое. Если туда зайти, там сейчас, на самом деле, очень много у них косяков можно найти. Конечно же, турки, они хорошие строители. Но хорошие строители, они тоже, то есть, бывают разные. И все будет зависеть от того, сколько вы платите. Ну, не всегда, конечно, от цены зависит. Но я вот еду и смотрю, где-то очень хорошо строят, а где-то вот прям не очень хорошее. Короче говоря, мы сюда поселились только из-за того, что у нас накопились вещи, и идут дожди. Мы сейчас не можем загорать. Нам надо постирать вещи. И, короче говоря, мы здесь 2-3 дня поживем. Как раз я вам покажу, как это вот выглядит. Все, турецкие квартиры, как у них инфраструктура выглядит. Ну, детские площадки, вот, да, делают. Бассейн есть во многих жилых комплексах. Ну, вот этот вот комплекс, он находится в горах. У него с двух сторон холмы здесь. Вот видите, трещины уже пошли. И, короче говоря, я не знаю. Я заплатил, по-моему, 600 лир. Это на наши деньги, ну, наверное, где-то примерно 15 тысяч тенге. В принципе, это немного. Потому что здесь рядом пляжи. Ну, рядом вся инфраструктура, в принципе, есть. Ну, только новая, только построена. Ну, не знаю, сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. По сравнению с Селеной, ну, с тем отелем, в котором мы сейчас жили, это прям такое редкостное Ге. В общем, я бы, наверное, сюда бы никогда, конечно же, не приехал, если бы не стиральная машинка. И вообще, я не люблю вот такие вот места, где нет рецепшена, где нужно искать хозяина, где нужно там как-то самому заселяться. В некоторых квартирах вообще там надо где-то искать ключ, он будет где-то под каким-то кодом. Потом этот, там нужно код этот где-то еще тоже искать. Целый квест, короче, заселиться обычно в таких местах. И плюс ко всему еще, ну, расположение не очень. Здесь повсюду стройка. Короче говоря, мы сейчас здесь пару дней живем и, в общем, стираем вещи и уезжаем. Друзья, я не знаю, когда все это построили, но здесь, во-первых, отопления никакого нифига нет. Во-вторых, в бассейнах нигде воды ничего нет. Тоже вот так у них эти насосы, все валяется. И двери, как у нас в подъездах, никто не закрывает. Вот здесь у них типа рецепшена должно быть. Типа такая зона отдыха. Ну, естественно, сейчас здесь никого нет. Двери сейчас тоже здесь эти все нараспашку были, я их закрыл. Вот здесь тоже, наверное, что-то типа общей кухни, бара, но это ничего не работает. Я даже не знаю, когда это будет вообще работать. Кондиционеры тоже все заклеены. Отопления нет никакого. Наверное, здесь будут завтраки. Ну, или просто какое-то помещение такое общего пользования, в котором смогут люди собираться. какой-то уклон они, по-моему, на отель все-таки здесь делают, но очень холодно. А, вот это вот, скорее всего, чья-то комната, потому что я вижу, обувь стоит. И, ну, чья-то квартира, кто-то там живет внутри. Вот. Теннисная комната. Детская комната. Ну, я не знаю, как здесь дети будут играть, здесь очень холодно. Ну, не очень, конечно, холодно, ну, так прохладно, и никак это не отапливается. Здесь тоже еще пока ничего не работает. В общем, стрёмное местечко. Должен вам сказать. Не знаю, может быть, я, конечно, зажрался, но... Вот такой, значит, у нас коридор. Здесь около, наверное, 8 квартир. С двух сторон здесь есть вот такие вот места, типа кладовок, где они кондиционеры спрятали, замаскировали обратные блоки. И, короче говоря, Турция, как всегда, не перестает меня удивлять. В общем, никто не жил здесь до нас в этой квартире. Мы первые люди, вообще-то, сюда заехали. Здесь у них нет горячей воды, я не знаю, во всем здании или только в этом блоке, короче. Только вот эта вот штука, она подогревает воду. Сушилка есть. И вот так вот они засервировали тут стол, прям вот как на фотографиях было в Агоде. Прям точно так же. И газовый баллон, вот он стоит прямо в квартире, обратите внимание. Не знаю, насколько это вообще безопасно. Мойщее средство они нам дали. Посуда есть любая, какая угодно. Здесь посудка. Здесь тоже посудка. Это чайник есть. Гигантский холодильник есть, очень большой. Вода даже есть. Ну, реально видно, что белый белоснежный диван. Не знаю, насколько его, конечно, хватит. Он сказал, не работает телевизор. И не работает интернет. И еще кровать маленькая. Маловатенькая такая, как типа полуторки, что ли, не знаю. Ну, чуть больше полуторки, наверное. Вот. Для одного классно, для двоих маловато будет. Шкаф здесь есть. Ну, это вот на один, на два дня только постираться и все. Здесь больше делать ничего. Потому что селена, она намного меньше стоит. И она намного круче. Там было написано 60 квадратных метров. Здесь, конечно же, 60 квадратных метров. Здесь максимум 40. Может быть, со всеми вот этими балконами. Со всем, со всем. И то вряд ли. А, микроволновки нет. Микроволновки нет и интернета нет. Придется на газе все греть. Ну, стиральная машинка вроде бы работает. Я нахолостую ее запустил. Сейчас поеду, куплю порошок. У нас здесь будет стирка. Большая стирка. Вот такие вот, значит, у них здесь дороги. Причем там не один этот жилой комплекс. Там их несколько. И несколько домов больших. Но дороги вообще никакой нет. И вот сейчас ее дождем размыло. И получается просто грязь. Никакого вообще абсолютно покрытия нет. Я, честно говоря, сколько путешествовал по Турции. Вообще тяжело где-то в Турции такие найти дороги. А здесь прям вот жилой комплекс. Люди живут. И нет асфальта. Еще плюс ко всему здесь дожди. Это все размыли. И сейчас здесь вообще тяжело. Вот там сейчас лужа. И даже неизвестно, что там в этой луж. Как там проезжать. Вроде проехали. Жесткач, короче. Мы, значит, сейчас собрались поехать на экскурсию. И вот я открыл дверь. К нам в машину, короче говоря, залез кот. Вот просто зашел как себе домой. И на заднее сиденье лег. И сидит моется там, умывается. Причем я думал, он испугается, что машина сейчас поедет. А он вообще даже внимания на это не обратил. И как будто бы он то ли часто в машине ездит. То ли что. Короче говоря, вообще не хочет выходить. И хорошо ему здесь. Я не знаю, что теперь с ним делать. Едем сейчас смотреть мостик. А вот здесь вот на дороге прям лежит собака. Она с ошейником. А рядом с ней пасутся здесь петухи всякие, куры и цицарки. Она вообще даже на них внимания не обращает. На этом тросе туда могут. В общем, друзья, нашли мы этот мост. И к нему можно спуститься только вот на этом тросе. На специальных карабинчиках. Мост какой-то средневековый. Я даже не знаю, сколько ему лет. Он вот так вот находится здесь. На обрыве скалы. И вот там река. И все. Ну, видимо, раньше они на конях здесь скакали. И по этому мосту. И потом куда-то сюда. Ну, там мы уже спускаться не будем, потому что темнеет. И сегодня мы просто не успеем даже там оказаться. Ну, мост очень красивый. Залез к нам в машину кот. И не хочет выходить. Не хочет никуда уходить. Везде за нами ходит. Мы выходим из машины. Его высаживаем. Садимся. Он за нами, как собака закрыт. В общем, кот этот не хочет с вами расставаться. Пошли. Пойдем. Пацанчик тоже с нами решил пойти. Правда, я не знаю, как его мы сейчас. Зашел как себе домой, короче. Вообще без задней мысли даже. Все. Невероятный запах от вани и парная. Жирок. Пройдите, посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok